Всего пять с небольшим лет действует в нашем городе отделение академической гребли. Десятки славянских ребят перешли в этот нелегкий, но очень красивый спорт. Все наслышаны об успехах славянских спортсменов на соревнованиях самых высоких уровней. Но эти успехи обеспечиваются постоянным и упорным трудом. Январь в нынешнем году на Кубани выдался теплой протока и не думала покрываться ледяной броней. А значит для славянских гребцов есть прекрасные возможности, чтобы без перерывов на зиму, как у спортсменов более северных российских регионов, продолжать тренировки на воде. Это, конечно, дает весомые плюсы в сохранении и наращивании спортивной формы. И все данные для будущих побед у славянцев есть. Академическая гребля – спорт с сильным телом и духом людей. В этом уверена заслуженный тренер России Валентина Стуклова. Для сильных, для выносливых. Спорт для тех, кто умеет трудиться. И очень талантливые. У нас есть и победители первенства Европы и мира. И есть результаты на первенстве России. На крае, естественно. Так что талантов очень много. Один из самых способных и перспективных гребцов – мастер спорта, победитель первенства Европы Денис Рябчук. Он уже не представляет себя без любимого спорта. 2018 год для меня – это отбор в сборную в очередной раз. Второй же, чтобы показывать результат на мировом европейском уровне. Ну, то, что мы гребем зимой – это очень хороший показатель, потому что не все регионы могут заниматься именно греблей зимой. Все занимаются там в залах. Сердце радуется, когда видишь, как Денис и его товарищи стремительно рассекают речную воду на своей лодке. Для спортсменов в командном экипаже очень важны совместность, сила и точность движений. Планы на нынешний год большие. Задачи всегда одни и те же, только вперед. Чем выше результат, у каждого спортсмена свой уровень, и он должен его достичь, этот уровень. А мы, естественно, должны им помочь в этом. Упорство и мастерства нашим спортсменам не занимать. Пожелаем им удачи. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова